Да, давай я возьму, Никось, подожди, 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 белье, да, твоя мамашка вот, забыла, забыла про белье. Вчера вечером выходила на улицу и проверить, белье высохло или нет. Смотрю, сухое, думаю, сейчас, да что ж такое, ой, маленькие технические неполадки. Смотрю, белье сухое, думаю, хорошо, можно взять. Сейчас Николька отправлю здесь. Ну и что, зашла домой, отвлеклась на другие моменты и просто забыла. Так, хорошо, что у меня есть вот это приспособление, которое мне помогает. Да, Каська, хорошо, что есть у меня вот это, правда, приспособление. Вот так, а утром встала и смотрю, у меня уже белье такое влажное, елки, вчера было сухое. Сегодня оно у меня уже влажное, а я уже другую стирку запустила. Я же это всем соседям белье стираю, поэтому надо успевать развешивать, сушить, гладить. То соседи будут недовольны. Белье развесила там под этим полотенцем. Оно просто большое, банное и как-то не это. Его ни туда, ни сюда приходится поверх развешивать. Николя там бесится с утра, проснулась. Не пошли мы гулять, потому что у нас ветер. Я вышла, что-то, знаете, как я, может быть, пошла бы с ней. Ну что, я бы ее одела, просто тепло бы и все. Я из-за себя думаю, ну только в себя приходишь, да, и это. И опять давай заболевай. Сейчас поиграем, Николь, сейчас, сейчас поиграем. Сейчас давай я это. Завтрак сделаю. О, стирочка моя. У нас конвейер. И я утром, как всегда, ничего не меняется. Вот мое утро, оно начинается так. Я обязательно должна походить в маске. Мы с игрушкой опять здесь. Почему? Потому что два раза в день я накладываю маски. И это приводит к тому, что мне не приходится помазать крем на лицо. Честно. Вот поэтому. Нас требуют на выход. Да? Э, Матиль, ты еще сегодня привет никому не говорила, нет? А ну-ка, давай, давай. Сюда посмотри. Никося. Никося, глазки свои красивые покажи. Да. Да. Вот так и живем. Жизнь за кадром, когда ты, это самое, не думаешь о том, чтобы это было красиво, вываливаешь на обед на стол прям в салфетке зелень. Вот так вот. Ну, из ушата. Выложила хотя бы на стол, уже хорошо. Маслины ем прям эти. Из коробки. И здесь еще на всякий случай достала хлебцы. Я знаете, что хочу? А это я от вас спрятала салфетку, на которую я маслины прячу. Уже можно не прятать, правильно? Вы уже увидели. Я про эти хлебцы хочу сказать. Вот это здоровое меню. Я одну пачку, ну, я очень медленно их ела. Я не знаю, наверное, недели полторы только одну предыдущую пачку ела. Мне не с чем, на самом деле, было, да, употреблять. И поэтому как-то у меня та пачка шла очень долго. Открыла эту тоже. Хочу сказать, что мне эти хлебцы очень понравились. Во-первых, они не такие, которые тают во рту, что уже внушило доверие. Потому что я не люблю вот это, вроде положишь, и она уже как чипсы, не как чипсы, а как вот эти, ну, 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 кукурузные палочки моментально тают. То есть чувствуется здесь наличие злаков уже хорошо. Вот, вот такие. Прошлые я брала, не помню, какие были. А сейчас я покажу. Я же, по-моему, в закупках. В закупках я еще одни брала. Сейчас. Вот, представляете, круассаны куплены две недели назад. Вот они так лежат. Мы только срок годности проверяем все. И орешков у меня. Знаете, сколько? Ну, орехи надо. Орехи надо. А, ну это такие же. Это такие же, ладно. Не будем уходить от темы. Да, ну, что хочу сказать. Мне они понравились. Хлебцы. Я взяла эту фирму на заметку. Я не знаю, для нас, для азербайджанских блогеров, нужно говорить, что это не реклама. Это куплено за свои деньги. Я не знаю, ли это только сейчас проблема российских блогеров. Но я на всякий случай хочу сказать, что, к сожалению, у меня пока такой интеграции нет на канале. Есть предложения, на которые я не могу согласиться, потому что это связано с финансами. Сразу хочу сказать, если кто-то сейчас смотрит мой канал и кому-то захочется написать мне опять на email с предложением рекламы, связанные с финансами, я такие рекламы брать не буду. Все. Точка. Смотрите. Вот по самому хлебцу видно, что он со злаками. Видите? И он такой плотненький. Вот я ела, макала. Допустим, его вот в жижу вчера, когда я это блюдо готовила. Кстати, сейчас про него тоже скажу. Вот. Оно прям, знаете, не намокало. А вот ты чувствуешь, что вот, ну как объяснить, ну, не теряет своей структуры и все. Тебе надо на улицу? Тебя выпустить на улицу? Надо тебе туда? Иди давай, пока у меня есть времени, Кося. У меня времени немного. Иди, иди. Иди, иди. Тебе надо туда, иди. Иди, солнце. Но я не выйду, я кушаю. Иди. Что уруги? Уруги, как всегда, белье. Безит. Странно она у меня попросилась на улицу. Интересно. Это же вроде дома делалось у меня. Подожди, подожди. Теперь если ты домой вернешься, то давай так. Она сегодня просто еще не гуляла. А не гуляла почему? Потому что ветер, холодно, и я ее не выпускала. Ну, с ней не выходила гулять сегодня. Вот. Пусть она у меня погуляет во дворе. Вот. Смотрите. Я, может, много чего еще и не понимаю, но мне это понравилось. Теперь, что касается вот этого блюда, которое я вчера с вами готовила, приготовлением которого я с вами делилась. Слушайте, ну, это просто бомба, правда. Вот эта слива, что она вытворяет, тут я вам передать не могу. И я представила, как это будет вкусно с мясом тоже. Не с мясом, курицей в смысле. Но еще и, кстати, с красным мясом курицей тоже будет очень вкусно. Но и с телятиной будет очень вкусно. Оно полежало, ну, сутки в холодильнике. Потому что я вчера на обед готовила, и сейчас я вот на обед ем. Мне вообще надо кушать и собираться. Я иду сегодня на маникюрчик. Будем делать. Видите, у меня отросло как. Ничего безобразия какое. Подсохла опять кутикула. Господи, ладно. И разогрела. Вот в горшочке как разогрела. Была фольга, которую я накрывала. Я это поставила на железку. Вот удел. На газ. Прямо на железке, под фольгой. Подогрела. Слушайте, все замечательно. Так вкусно на сегодня. Это еще вкуснее, чем это было вкусно вчера. Вот советую вам, приготовьте обязательно. Дождитесь, чтобы картошечка стала мягкой. Наверное, картошка все-таки долго готовится. И еще зависит от сорта картошки. Просто дождитесь, чтобы она стала мягкой, конечно. У меня, я сказала, где-то час 10 или час 20, по-моему, минут, что-то такое в духовке стояло. Но я буду теперь это счастье повторять. Понравилось прям. Можно, в принципе, и без картошки. Просто вот так вот мясо с овощами. Да, вот у меня такая поляна. У меня так все по-простому. Жизнь, как она, есть без всяких украшательств. Так что мне приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит удовольствие и большую пользу. Погода хоть и солнечная, небо чистое. Тепло на самом деле. Я даже еще не смотрела в телефоне. Погода сколько градусов, но ветер, покой, поровистый. Сейчас проходила мимо больницы детской, инфекционной. Слушайте, три машины скорой помощи подряд. Одна уже отъезжала, и две другие подъезжали. Ну вот, все эти вирусы сезонные. Дети страдают. Дай Бог всем здоровья крепкого, иммунитета сильного. Тебе точно здесь надо быть, да, Никось? Тебе вот точно здесь надо быть? Жопка маленькая, точно? Здесь я сейчас стулья поднимаю. Ну, собираюсь жужжи, на самом деле, запустить. Потому что у меня там в спальне своих дел будет много. А это там, смотрите, за занавесками прячется. Куда? Куда ты побежала? Где ты только что здесь была? А вон она. А я не могу сменись тебя. По-моему, Эльфира Хакимова у меня спрашивала. Я когда жаловалась, что у меня жвачки, да, здесь ученики вот клеят. В общем, новые появляются, понимаете. Она мне говорит, а вы своим детям говорите вообще, да, ученикам, чтобы они этого не делали? Ну, а как же? Ну, а как же? А смысл только, вы понимаете, в первый же день, как только они приходят, я очень их прошу, говорю о том, что если вам надоело жевать жвачку, то вы можете положить ее в салфетку. Вон, вон, вон салфетки. Можете положить в салфетку. Даже дать мне я выброшу. Проблем нет никаких. Ну, говори, не говори, ничего не меняется, понимаете. Я не могу отвечать за воспитание детей, которые сюда приходят. Клянусь, не могу. Мы, к сожалению, приходится встречаться с таким контингентом, который, ну, вот, ну, настолько, ну, не хочется дальше ничего говорить. В общем, да, говорю. Ну, вот говорю, ну, вот как есть, так и есть. Периодически. Кто? Кого ты там нашла? Кам? Здрасте. Кого ты там нашла? Кого? Кто там ходит? Кто? 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 Кто там? Никого нету. Давай посмотрим в глазок. Давай посмотрим. Кто там? Нету никого нету. Коська. Что так? Может, кошка пробежала. Ну, вот. Говорю. Да. И что-то еще. Хотела сказать, Николька, меня. А, ну, вот, и по этой причине, по этой причине, я даже, знаете, как, у меня в этом году вообще такая категория детей, они качаются на стульях. У меня такого не было никогда, но в этом году и вообще какие-то дети нервные, понимаете, стали, я не знаю. Они постоянно качаются на стульях, я их прошу не делать этого, потому что стулья сломаются. Они мне говорят, ничего я вам куплю, ну, понятно, что не купят, понятно, что не купят, но даже если купят, из этого старья навье, которое они мне купят, будет выделяться, а мне не нужно. Я именно по этой причине не меняю стулья, не меняю столы, какие есть, такие есть. Вот они пока живут, пусть живут и будут так стоять. Вот. Ну, вот как есть, так есть. Ничего с этим не поделаешь. Ответила. Вы знаете, это проблема всех педагогов, репетиторов. Все жалуются на эти моменты. Ничего с этим не поделаешь, правда. С этим надо уже как-то смириться. В общем, так. Так, кстати, я не знаю, говорила вам, не говорила. Я вот сделала маникюр такой-то молочный. Вот. И такую паутинку сделали. Типа-типа декора. Не знаю, надо было ее делать, не надо было, но сделали. Ну, вот мне молочный нравится очень. Вот так вот. Пошла я дальше. Так, что, Николь? Протерли мы все. Все подняли, все убрали. Сейчас Жоржа запускаем. Давай, мадемуазель, давай. Цах, цах. Николь, давай. Быстро, 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 быстро. Молодец. Все, сейчас давай. Жоржа туда запустит. Иди сюда, родной. Из тебя мы тоже снимем. А то ты у нас, видать, застаиваешься без работы. Я все больше без тебя это делаю. Поэтому, когда мы мимо него проходим Он просто тупо включается Он говорит, вы что, про меня забыли, да, мы? Не-не, Жорж, не забыли Сейчас пойдешь, будешь пахать на плантациях Давай пока только в этой комнате попашешь А мы там с Николяндией Наконец погладим Это сколько же можно, правильно, Николь? Пока Жорж загибается на плантациях В соседней комнате А Николька загибается В прямом смысле слова Вот, лежа на кровати Борется с Костью Я буду Кладить Наконец Кому жить хорошо? Этот вопрос еще Будет кого-то мучить, нет? Мне лично давно все понятно Кому хорошо жить Еще одна зрительница у меня спрашивала про наши окна Она говорит, они у вас такие вот ребристые Да, ну они матовые, да, действительно Она говорит, что будет темно Будет и не видно ничего Ну, во-первых, видно и не должно быть Сейчас я начну гладить, расскажу КОНЕЦ 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 Продолжение следует...